Приветствую вас, и я очень хорошо понимаю, что сейчас вам реально очень плохо. Вы не знаете, как вообще себя вести, что делать. Ваше сообщение, оно довольно обринустое, оно достаточно эмоциональное. Я думаю, что вы описываете проблемы, которые уже много времени, то есть у вас вышли на 16 лет в месяц и за это время, конечно, очень много всего произошло. Вот. Значит, у вас есть два варианта развития вашей ситуации, которую вы можете выбрать. Первый вариант заключается вот в чем. Мужчина за 16 лет, несмотря на имеющиеся у вас проблемы, несмотря на то, что он переписывался на сайтах и прочее, он вам все-таки не изменял. Да, он обманывал вас по мелочкам, но не изменял. Он относится к вам не идеально, но всегда достаточно уважительно для того, чтобы не изменять вам, чтобы не оскорблять вас, по крайней мере, на этом уровне, на данном уровне. И я думаю, что вы можете при желании, при вашей направленности, а вы хотите ему написать нашество, вы хотите помириться, вы можете при желании, если вас устраивает это, то есть если вы понимаете, что все-таки хорошим уборщище, чем плохого, то вы можете написать ему правду. То есть сказать, что ты молодому, но просто, что... Привет, дорогой, простите меня за все, что я тебе сказала, я тебя люблю. И, в принципе, все. То есть больше вам именно писать ему ничего не надо, ничего не надо, потому что это будет просто смс. Мы действительно достаточно были на нервах, были на эмоциях, и поэтому, так сказать. И, в принципе, именно в этом направлении вам больше ничего не надо делать. Почему? Потому что для того, чтобы разрешить все ваши проблемы, нужно, в первую очередь, подробно консультироваться с вами. Нужно, в первую очередь, как можно подробнее и явнее представлять себе картину того, что у вас происходит. Например, с какого момента начались проблемы? С какого момента? Почему они произошли? Может быть, какое-то обстоятельство повлияло на то, что мужчина начал вас обманывать. Обманывали он вас всегда. Или нет? Если не всегда, то от какого момента? Вот этот момент, ну, именно, будет вспомнить и проработать. Если он вас всегда обманывал по мелочам, то почему вас сейчас это начало задеваться? Это тоже важный момент. И так просто вашу проблему именно в семейных отношениях не разрешить. Но то, что вы судите мужчину по себе, то есть вы считаете, что он должен поступать так, как мы думаете. Но, в действительности, это не всегда так. Мужчина, она... Мужчина может быть слишком ненавидимым, по крайней мере, хочет казаться таковым, чтобы первым идти на примирение. То есть тут очень много тонкостей. А из вашего сообщения вытекает, что у вас достаточно много ссор. Я понимаю, что вы на эмоции. Но именно разобрать в данном случае, это достаточно сложно. Но начинать, если вы хотите проработать свои проблемы с Мунингом, начинать мы на самом начале. С чего все началось? Когда начался процесс наших конфликтов? Почему мужчины так поступают? Что он за человек? Какие у него могут быть проблемы у него самого? И так далее. Нужно корректировать ваше поведение. Поведение не только с Мунингом, но и поведение вообще. Потому что, судя по всему, вы от Мунингом слишком сильно зависите. И эту зависимость нужно снижать. Потому что снижение зависимости в данном случае поможет вам сделать следующее. Снижение зависимости поможет вам менее активно, менее ярко, менее интенсивно реагировать на то, что он делает. На то, что тут делает мужчина. И определить свои собственные личные границы, вы могли бы не только показать ему, что вы независимы от него. И что вы не собираетесь ждать, пока он обратит на вас внимание и так далее. А еще и начать удовлетворять свои собственные интересы. Ваши личные интересы, не связанные с его. Но это определенная работа. Это определенное направление. Дальше. Второй вариант, который вы можете продвигать, это понимание того, что в теории, в конфликте, неправильно только одному человеку идти на примере. То есть, вы все время пишите первой. Так вы выразились. И вот этот момент нужно тоже менять. Если вы успокоились, считаете, что конечно, вина лечит на вас, но и он тоже несет ответственность за то, что сделал, за то, что произошло, то не нужно ему писать. Подождите, пока он сам созреет, сам одумается для того, чтобы выработать некоторое свое отношение. Отношение и к происходящему. Отношение и к самому себе. Отношение к вам. И так далее. И вот после этого, если вы не запустите привычную модель поведения, если вы не поступите привычным для него образом, то это простимулирует его, как бы поступить. Сколько он будет молчать, сколько он будет вас игнорировать, он все равно от вас не уйдет, он все равно вернется. И вы так или иначе с ним поговорите. я думаю, что вам много что нужно обсудить. И я думаю, что проблемы, которые у вас всегда пилищ, их, безусловно, много, встречать нужно последовательно. И, возможно, даже обратиться к семейному психологу. Но обязательно помните такую вещь, что вы его любите. Любовь это принятие человека таким, как он есть. И вы тут же говорите вместе с этим, что вы считаете, как он должен поступать. Но получается, вы не принимаете его таким, как он есть. Получается, что вы хотите его поменять. Получается, что вы ждете от него изменений. А это само по себе не является правильным. Кроме того, изменения не происходят просто так. У человека необходим стимул для этих изменений. Если стимула для изменений нет, то и нету главной точки для того, чтобы что-то делать. В принципе, на этом я думаю, можно закончить. Потому что вы написали достаточно сумбурное сообщение и его нужно разбирать. Если вы действительно хотите разрешить свои проблемы с мужем, то нужно последовательно с самого начала разбирать всю вашу семейную жизнь, начиная от первого конфликта, а возможно даже и проработка до врачных отношений. Одно могу сказать точно, что у вас от него слишком сильная зависимость. То есть у вас нет своих личных границ, у вас нет своего личного дела, у вас нет своих личных интересов. И вот это плохо. Потому это вы находитесь не в равном положении с мужчиной. У мужчины есть, например, друзья, которые могут провести выходной, а у вас ничего такого, судя по вашему сообщению нет. И вот это неравноправное положение позволяет мужчине думать, что вы никуда от него не денетесь, что вы полностью принадлежите ему, а вас ставят в невыгодное, неприятное, зависимое от него положение. И вот это плюс ко всему нужно тоже менять. Заходите ли вы это делать или нет зависит от вас. Но если вы просто даже напишите ему, что любите и что не хотели его обидеть, что вы на эмоциях написали, без проработки причин конфликтов у вас не получится изменить ситуацию. И нервотрепка, которая у вас, она будет продолжаться дальше. До тех пор, пока вы либо не измените свое поведение, не начнете обослабливаться от мужа, не начнете показывать ему, что в общем-то он вам не нужен, что он может делать что хочет, но и вы тоже будете делать что хотите. Либо не сядете, не вспомните сами пока для себя с чего начались проблемы и не станете с мужем последовательно разбирать самые первые проблемы, потому что они, как правило, самые важные. Самые первые камни преткновения между вами, которые и породили его обман. Дальше. Раз мужчина обманывает, значит он чего-то стыдится и хочет вам тем доказаться. Возникает несложный вывод. Раз мужчина обманывает вас, делая что-то втайне, значит ему чего-то не хватает, ему что-то нужно, что-то такое, что вы ему не даете. Но что-то такое, чего попросить у вас он не рискует. Или думает, что вы ему этого не дадите. ведь мужчина не просто так, например, общается на сайтах, переписывается. Ему чего-то не хватает. Возможно женского внимания, женская ласка, тепла и так далее. Возможно. Я говорю возможно. Только вы знаете своего мужа. Только вы можете наиболее привлеченных к правде ответить на этот вопрос. Дальше. Для того, чтобы обманывать, у человека также необходим стимул. Почему люди обманывают? Потому что им не нравится то, что есть на самом деле. Они хотят усидеть на двух стулех, то есть и с вами и где-то еще. И человек не принимает себя таким, как он есть. потому что он не может сказать вот я например переписываю с другими женщинами. Почему? Потому что это будет означать что он вас предает на резонный вопрос а почему ты общаешься с другими женщинами ему нужно будет сказать ну потому это потому это меня не устраивает. А он не может это сказать. И вопрос почему он не может этого сказать. Может быть чего-то боится. Может быть чего-то опасается. Может быть у него какое-то предубеждение против вас. Если так то в этом нужно опять-таки разбираться и предубеждение ломать. У поведения мужчины есть причина. Постараться эту причину определить является первоочередной задачей. Если мы поймем что заставляет мужчину вас обманывать какой внутренний конфликт ведет к этому а обман это всегда внутренний конфликт и поможем ему внутренний конфликт разрешить возможно в ваших отношениях произойдет потепление. Но это возможно только в том случае если вы для начала разберетесь в себе. Если вы для начала сами отойдете от слишком сильной увлеченности в ситуацию и поняв для себя какие потребности и что вы хотите получить от своего мужа а вы выразились это точно просто вы одна устали без тепла и без помощи. Но вы же понимаете что мужчина вам не помогал не всегда. вначале как я понял была помощь. Значит нужно разобрать почему перестал помогать. С какого момента начало отсутствовать тепло. Почему он не хочет вам помогать. Каждый из этих пунктов нужно разбирать и подумать для вас как лучше удовлетворить именно ваши потребности. И когда ваши потребности более или менее будут удовлетворены можно говорить о том что вы готовы к тому чтобы постигать постигать вашего мужчину. Стараться его понять. Для начала я думаю вам просто нужна поддержка. Нужна наша помощь в том чтобы разобраться к самой себе. Понять ваши приоритеты на данный момент. Ваши цели. И подумать как лучше их достичь. Причем ваши цели ваши и детей не муж. На этом все. Надеюсь что помог вам. Если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку по помогу. Если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше. спасибо. Спасибо. Продолжение следует...